Столица 11.04, сегодня 24 июля. Это значит, что ровно неделю назад завершилась универсиада в Казани. Это масштабные соревнования, которые, согласитесь со мной, потребовали много сил и средств и принесли, собственно, множество медалей, но, тем не менее, вызвали массу споров. Отчего все сборные привезли реальных студентов и только мы, настоящих профессионалов, кого мы обманываем, если мы обманываем и ради чего это все было сделано. В общем, у нас уже 7 дней позади, чувства чуть-чуть подуспокоились, мысли пришли в порядок и сегодня попробуем ответить на все вопросы. Если вы желаете принять участие в дискуссии, в нашем разговоре, это я обращаюсь к нашим радиослушателям, то все возможности для этого есть. 865 1099, магические цифры и код города 495, можно позвонить и, собственно, либо задать свой вопрос, либо прокомментировать ситуацию, которая была на универсиаде, либо оставить свой комментарий на сайте Финам.фм, на страничке программы на своем поле. Сегодня в студии у нас депутат Госдумы Светлана Журова и, Светлана, я вас приветствую. Да, добрый день. Вы оторвались от телефона, это хорошо. Нет, я просто как раз достала, у меня записан список всяких разных олимпийских и всяких чемпионов из других команд, потому что вы сказали, что якобы только наши привезли профессионалов, вот думаю, если он откроется, то я просто буквально немножко назову, кто все-таки был еще у других команд. Никоим образом не говоря о том, что только мы привезли чемпионов и только мы одни действительно выставили лучший состав, но подавляющее большинство наград 155 из 351 всего комплекта, да, 155 золотых, это, в общем, та цифра, которая вызывает, с одной стороны, радость, у нас есть действительно хорошие ребята, с другой стороны, она вызывает недоумение, для чего нам это нужно было. Ну, смотрите, во-первых, надо немножко проанализировать ситуацию, дело в том, что Россия, это право вообще каждого города, который проводит универсиаду, добавлять и проводить столько видов спорта, сколько он сочтет нужным, да, и сколько он согласует с Международной Федерацией ФИСУ. Соответственно, у нас в Казани произошел тот случай, когда такого никогда не было, 27 видов спорта готова была Казань провести, потому что не все города вообще на самом деле способны весь вот такой вот объем практически олимпийской программы, да еще и такие национальные виды спорта, как борьба на поясах, самбо, мы ввели синхронное плавание, мы ввели, то есть те виды, которые вообще никогда на универсиаде не были. И которые наши. И регби, к тому же, да, то есть это достаточно еще количество медалей, которая вот в общую копилку медалей, ну, упала, да, и мы понимали, что это, скорее всего, опять же, там, наши медали, то есть мы для этого, в принципе, их и выводили. То есть уже надо говорить, что вот это уже такой был запас наш, НЗ, да, которое в любом случае должно было быть нашим. Поспорю, кстати, насчет регби. Ну, так ты получил, ну, слушайте, вообще, на самом деле, даже вот если про регби говорить, я, дело в том, что когда закончился Кубок мира в России, который проходил, и я была на приеме в английском посольстве, когда делали всем командам, английским и англоговорящим, они прием, и Англия была второй, да, мужская команда, по крайней мере. Так вот, они говорили, что половина команды приедет на универсиаду, то есть и девочек также, то есть там даже больше половины команды девочек. Поэтому говорить о том, что там была какая-то слабая команда, а мы знаем, что Англия одни из законодателей мод в этом виде спорта, поэтому вот говорить, что там совсем слабые были, тоже, наверное, неправильно. Поэтому вот такой момент. Ну, ничего, я как бы по порядку, да. Вот 27 видов спорта, понятно, что были наши, но очень важный момент. Профессионалы были и там, и там, и у нас, и у них, понятно, что у нас были концентрированы, их много. Но есть один момент. В прошлом году на универсиаде в Китае, понятно, что китайская сборная тоже выставила ударную команду, они выиграли, тоже там было достаточное количество медалей, потому что надо всегда смотреть, сколько медалей в общем разыгрывалось. В этом году было очень много, поэтому и выигрышных медалей было больше. И второй момент. До этого мы тоже выигрывали в три раза ближайшего соперника. И до этого универсиада, и до этого универсиада. В 72-м году, в 3-м году, когда была универсиада в Москве, мы тоже выиграли в три раза медали, завоевали золотых больше, чем ближайший соперник. Просто весь вопрос был в том, что к универсиадам наши болельщики относились никак. То есть никто на них практически, кроме профессионалов, не обращал внимания. Ну или тот, кто уж совсем так сильно интересуется спортом, знал, что в принципе есть такое соревнование универсиада. Но, наверное, ни одного чемпиона универсиада, наверное, даже и не назвал бы. Но я вам хочу сказать, вот прям сразу перебью. У меня приятная моя приятельница, знакомая, да, она ездила по фехтованию на рапирах. И когда ее туда отправили, понятное дело, что школа хорошая, большая, девчонки олимпийские чемпионки. Они сказали, мы не поедем, нам это не нужно. Вот ты вроде как второй номер, это твой выбор. Теперь там действительно фехтовали лучшие. Там приехали чемпионки мира и приехала та же Дереглазова, которая просто уже звезда. Правильно. Я объясню, почему. Вот смотрите, тут очень такой интересный момент. Он реально для интересного в этой ситуации. То есть если раньше каждый из нас мог выбирать, едет он или нет, например, я ни разу не была на универсиаде, потому что тогда, когда я на нее могла поехать, я еще студенткой не была. А когда уже могла бы поехать, я считала, тут, во-первых, не мой уровень был. Он не вписывался никак в мой график подготовки к чемпионату мира, и это меня выбивало бы напрочь, а у меня чемпионат мира был, понятно, в приоритете. Плюс не всегда коньки в программе универсиады, они далеко не всегда. Поэтому я реально попасть могла, может быть, один раз потом за всю свою карьеру, когда были коньки. Но вы и не стремились, в отличие от этого состава. Но если это было бы в России, я бы не смогла не поехать. Это надо понимать. Потому что мне, мои бы болельщики сказали, Светлана, нормально ты бабло где-то зарабатываешь на коммерческих турнирах, гран-при, кубках мира, к чемпионату мира готовишься. А в собственной стране тебе стыдно перед собственными болельщиками выступить? Меня бы тут же отследили, где я. И вот эти болельщики, которые сейчас возмущаются в том, что выступают наши спортсмены, олимпийские чемпионы, а если бы мы проиграли сейчас на универсиаде или выступили не очень, они тут же отследили, где они сейчас, в каком моменте. И те же журналисты посмотрели, на каких соревнованиях они выступают. И точно бы предъявили им претензию, что они не уважают болельщиков, не приехали в страну, не хотят поддержать свою универсиаду. Была бы обратная реакция. Поэтому у ребят просто не было шанса. Они должны были просто приехать в Россию и реально выступить на этой универсиаде. Светлана, смотрите, главный тренер команды нашей по легкой атлетике Валентин Маслаков. Значит, цитата. «От нас ждут отличного результата, поэтому на универсиаду едут первые номера в середине. Но нам этот старт, по большому счету, был не нужен, хотя бы потому, что в середине августа в Москве пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. События со спортивной точки зрения более значимы, а к нему вообще нужно проходить отбор и готовиться». Вот то, о чем вы говорили. Для вас чемпионат мира был приоритетным. Для этих ребят того же Ухова отправили, того же Абакумова, Тарабрина. Они все были там, а могли бы к миру готовиться. Ну, вы знаете, на самом деле, я понимаю, что да, можно готовиться к миру, смотря как готовиться и что готовиться. Потому что, видите, они и выступили, соответственно, Ухов не прыгнул. Ну, это единственное, кто не прыгнул. Потому что, не, просто на самом деле, просто дальше человек говорит, ну, хорошо, для меня это там проходной этап, и как получится. И, кстати, многие именно вот олимпийские чемпионы, там, чемпионы мира так к универсиадам относились. То есть это проходной какой-то этап, надо поеду, не надо, ну, вроде как так спокойно. Но для молодых спортсменов это там другая история. Их можно опробовать, можно действительно моделировать, моделировать олимпийские игры. Знаете, кто-то мне сказал, тогда чем отличается универсиада от Олимпиады? Ну, по сути своей, честно говоря, ничем там, да, если говорить про обстановку, про деревню, про подход к соревнованиям. Про размах. Про размах, да, про там, какие-то логистику, по которой там, боления за другие виды спорта, рядом, которые с тобой выступают. Знаете, такая вот обстановка, которая, в принципе, молодого спортсмена достаточно серьезно тренирует, как подготовительный этап к олимпийским играм. Почему Россия и Советский Союз всегда очень серьезно относилась к универсиадам? Универсиады, история идут 23-го года. Мы участвуем там, ну, тоже уже там после войны, мы начали там практически там сразу участвовать. И могу сказать, что мы всегда это рассматривали действительно как этап там какой-то подготовки попробовать там молодых спортсменов. Но для того, чтобы совсем не опозориться, да, то есть, в любом случае, всегда включали туда олимпийских чемпионов, чтобы они завоевали количество медалей, мы молодцы, приехали. Но вот, знаете, когда все начинают говорить, а что теперь говорить, если мы на универсиаде так выступили, иначе у нас со спортом все хорошо? Да нельзя универсиаду вообще как критерий какой-то рассматривать в этом смысле. Да, это соревнование вот такое для многих тренеров, действительно, ну, попробовать, посмотреть, что как. Причем, вы знаете, даже это неплохо, когда молодые с олимпийскими чемпионами вот в такой форме, скажем, вместе встречаются. Потому что они, кстати, не всегда могут на чемпионатах мира встретиться. Потому что там бывают или квоты меньше, или еще что-то. Поэтому лучше, лучше, чтобы они уже вот поварились в такой совместном такой тусовке, и у них поучились чему-то. Как они готовятся, посмотрели и так далее. То есть не всегда же получается им даже на одном чемпионате мира встретиться, потому что они там не проходят отбор, и могут на нем просто не оказаться. Я никоим образом не протестую против того, чтобы приехавшие олимпийские чемпионы выступили перед российскими болельщиками, чтобы все на них посмотрели, там, по телевизору их увидели. Но в этом случае хочется задать вопрос. А вот тем студентам, которые играют, например, в ОСБ, в студенческой баскетбольной лиге, почему им ни одного шанса не предоставили поучаствовать в главном для них соревновании? Они любители, они не занимаются спортом как способом зарабатывания денег на жизнь. Им что? Куда деваться? Я сейчас расскажу, в чем тут дело. Точно, вот знаете, вот здесь вот надо... Единственное, что все вот эти крики, которые были по поводу нашего феноменального выступления на университете, откинуть. И не Россия здесь виновата, и наши спортсмены в том, что они завывали такое количество медалей. Но надо это понимать. Это вопрос к ФИСУ. Тогда ФИСУ должно реально изменить правила. Реально, международная федерация, явно не Россия. И сказать, ребята, с этого момента у нас выступают только студенты, любители. Никаких олимпийских чемпионов, никаких чемпионов мира. Вот какой-то там уровень. Ну, например, они этот уровень там скажут. Слушайте, ну тогда это будет вообще неинтересно. Они же сами понимают. Их никто смотреть не будет. По телевизору не покажут. Результаты будут 12 секунд на 100 метров. Кому это надо вообще? Продолжим через пару минут. Еще раз приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Даже заговариваться с того, настолько тут у нас жарко и настолько дискуссия ярко идет. Обсуждаем итоги универсиады, подводим, вернее, ее итоги и говорим о том, что нам дает вот эти 155 золотых медалей. Станет ли это тем шагом, который позволит все-таки говорить о возрождении былом и о славе российского спорта. Вот Светлана Журова у нас сегодня в гостях депутат Госдумы, человек, который не понаслышке знает, что было в Казани. Светлана, я так понимаю, что репетиции, как мы сегодня попытались обозвать тему этой программы, вряд ли можно назвать Казань перед Сочи. Или все-таки такой посыл был попробовать ребят перед какими-то такими вот стартами более профессиональными, несмотря на то, что Казань и это лето, а Сочи это зима. Во-первых, абсолютно не имеет отношения к спортсменам эта история. То есть спортсменов это свои этапы подготовки, они ее используют для своих целей. И, как я и говорила, в большинстве это все-таки для молодых спортсменов, а для профессионалов, так называемых олимпийских чемпионов, это, наверное, подтвердить свое такое вот лидерство, статусность. Если говорить про организацию, то все практически города, заметьте, практически все города, которые выдвигались на Олимпиаду, они год или за два до этого выдвигались на универсиаду. То есть и выигрывали чаще всего, реально вкладывались в это серьезно, дабы выиграть и то, и другое. И, соответственно, это вопрос попробовать волонтеров, организационные логистические вещи, потому что уже аэропорта и логистика начинают заточено быть и по универсиаду с такими потоками людей, работать, спортсменов и так далее. Поэтому, несомненно, когда универсиада получала разрешение политическое на то, чтобы участвовать в этой заявке, абсолютно точно все рассматривали это как некую генеральную репетицию перед Сочи. Отработать какие-то нюансы, посмотреть, потому что для России, конечно, такое масштабное соревнование с 80-го года Олимпиады мы не проводили. Но у нас универсиада, по-моему, вообще впервые летние. Нет, универсиада в 73-м году была в Москве. Да, летний. Летняя универсиада была в 73-м году. Поэтому в этом отношении это нормально. Я говорю, многие страны такой используют инструмент. Причем, знаете, я была на зимней универсиаде в Урзуруме в Турции. Они реально претендуют на зимнюю Олимпиаду. То есть они будут когда-нибудь подавать заявку. И они это рассматривали как посмотреть, попробовать, пойдет, не пойдет. Плюс инфраструктура уже есть значительная. Конечно. И они уже делают шаг для мировой общественности, показывая, что, видите, мы зимнюю универсиаду провели. Это уже полшага к проведению Олимпийских игр, если там все сложится. Вот. Поэтому вот то же самое и в Казани. Особенно, конечно, это вопрос вот этих, ну, тех же спортивных волонтеров, потому что сейчас это такая отдельная тема, очень важная. Мы, я думаю, ее сегодня коснемся. И отработать вот это все, это, ну, правда, очень нужно. Очень много было людей с оргкомитета сочинского, которые там находились внутри. Они смотрели деревню, они смотрели вот эти все нюансы, которые были уже частично отработаны в Сочи, дабы, вернее, в Казани, дабы это все потом еще как-то моделировать в Сочи. Как оценили? Подготовку волонтеров, инфраструктуру, аэропорты? Очень высоко, очень высоко. И вы знаете, причем вот волонтеры ведь были и в аэропортах, когда встречали, то есть волонтеры же много было всяких функций, в том числе и в московском аэропорту были специальные волонтеры, которые встречали, провожали гостей и перенаправляли их, соответственно, уже в Казань. Здесь же тоже будет это отрабатываться. Многие полетят через Москву и так же надо будет. То есть вот какие-то уже нюансы, они абсолютно будут очень сходные с Сочи. И, конечно, ребята, вот я, правда, отдельная тема волонтеров, не зря, вы знаете, это осталось за кадром. И мне не знаю, кажется, в стеремонии закрытия это был самый интересный и волнительный, эмоциональный момент. Когда волонтеры получили право выйти на... Да, когда эти все волонтеры, ну, большое количество волонтеров, я не знаю, сколько тысяч было, они там какое-то количество времени, ну, как минимум, там, не знаю, минут 15-20 шли по стадиону, они заняли сначала весь стадион по кругу, потом заняли центр. И все это время весь зал, 45 тысяч, стояли, им аплодировали и говорили спасибо. В благодарность за такую поддержку и помощь. Это было очень трогательно, хотя, знаете, вот сами те же волонтеры удивительны. Они первые, там, может быть, какое-то количество дней, это же очень тяжелый труд, и не все там, кто-то готов, кто-то не готов, все же разные люди. И там в блогах где-то появлялись разные комментарии, ну, например, там, да, нас загоняют на соревнования. Первые два дня, как бы, вроде их загоняли, а потом они говорили, подождите, мы же договорились, что нас пустят на соревнования, почему нас не пускают? В конце реально попасть на соревнования было все сложнее и сложнее, потому что, во-первых, к финалам ближе. И уже волонтеры сами говорили, почему нас не пускают? Мы же вот, вот нас тут загоняли, а тут уже не загоняют. То есть они уже сами возмущались, что... Стали вовлечены в процесс, а оказалось, что нужно еще и билет где-то прикупить. Да, перед началом там были какие-то странные комментарии, вот нас загоняют, нас заставляют там занимать трибуны и так далее. А потом не было возможности даже попасть на соревнования, потому что я вот сама волейбол, например, смотрела стоя, да, то есть вот даже с VIP-аккредитацией. Поэтому, на самом деле, действительно, к финалам еле попало на баскетбол, вообще уже там в зале как-то находили место. То есть уже было, VIP-ложа точно была вся занята, и нам уже приходилось просто выйти в зал, искать место свободное, чтобы хоть как-то сесть. Ну вот я, например, когда, возвращаясь к теме зрителей, смотрела соревнования по легкой атлетике, то было достаточно грустно, когда бежала, например, та же Зарипова, супертитулованная в типельчезе спортсменка, и практически трибуны полупустые. В каких-то моментах вроде как сектор один был заполнен. С чем было связано вот такое избирательное? Мне кажется, что легкая атлетика всегда королевок, не всегда приходит. Вот мы посмотрим в Москве на королеву. Грустные перспективы, да, я это понимаю. И я, честно говоря, мне кажется, что это будет по болельщикам очень грустная перспектива. Вот реально, причем это будет мировой форум, нигде такого не может быть только, наверное, в Москве, когда будут, к сожалению, наверное, какие-то такие не очень заполненные трибуны. Потому что это то же самое, что по чемпионату мира по конькобежному спорту. Максимум там тысяча-две, максимум на 13-тысячный стадион в Крылатском заполняется. И в любом другом городе мира, где проходят коньки, ну всегда, если это 5 тысяч, то он будет 5 тысяч. Если это 13 тысяч в Голландии, то это будет 13 тысяч стоя, да, то есть в Голландии стоя. Ну это другой вид спорта для Голландии. Стоячий стадион, да. Ну понятно, да, но сам факт, что поэтому было очень жарко в вот эти дни. Во-первых, опять же, наверное, если бы приехал Болт, да, наверное... Ну надеюсь, что он приедет. Наверное, нет, я имею в виду на универсиаду, была бы, наверное, другая ситуация, да, поэтому... Но почему не посмотреть на Абакумову, почему не посмотреть на Ухова, почему не посмотреть на ту же Зарипову, Шармину? К сожалению, вот интерес к лёгкой атлетике, наверное, как вот посмотреть на трибунах, он упал. Хотя я думаю, что как трансляцию по телевидению с таким замечательным комментарием моей Губерниевой и Ольги Богословской, я думаю, что они прям так сгуч-гучи комментировали, что, наверное, многих привлекли вниманием. И покусали друг друга заодно ещё. Ну да, было очень весело наблюдать этот замечательно милый поединок двух хороших людей. Бывших супругов, да. Ну в общем, поэтому я вот с удовольствием посмотрела по телевизору это, но, может быть, действительно лёгкую атлетику уже многие предпочитают. Вот я честно скажу, есть такой момент, я очень люблю лёгкую атлетику. Но я была в Лондоне, и я поняла, что, видимо, я на стадионе лёгкую атлетику больше не готова смотреть. Глаза разбегаются, нужно, чтобы режиссёр помогал посмотреть. Во-первых, табло не успевает за результатами, за всеми секторами, что происходит. Ты начинаешься быть вне каких-то информационных этих. Я сидела на стадионе и в интернете смотрела результаты, что происходит на секторе, потому что мне было интересно. Там смотрю, там чуть ли не рекорд мира уже бьют, а мы не видим нигде. Мы болельщики сидим в другом секторе, и ты понимаешь, что ты отдал за это 450 фунтов и не понял, за что на Олимпиаде. И я поняла, что, честно говоря, видимо, я не готова быть болельщиком на стадионе лёгкой атлетики, я с удовольствием реально не пропускаю по телевизору. И видно, вот здесь, к сожалению, вот это к этому приходит. Или надо быть безумным фанатом реально, или вот как-то вот выбрать. Поэтому, наверное, это вот постигло вот это вот и на универсиаде этот замечательный вид спорта. И вообще, знаете, мы становимся всё ленивее и ленивее. Нам многие вещи нравятся по телевидению смотреть. Как раз Валентин Волохничев об этом говорил, что, конечно, удобнее дома сидеть перед телеком и попивая челёчек. Он говорит, вот телевидение нас, к сожалению, убивает в этом отношении, что, конечно, люди не идут. С одной стороны убивает, а с другой стороны это же миллионы и значительно большая аудитория, чем, конечно, на стадионе. Просто единственное, спортсменам приятнее выступать при поддержке трибун, а это бывает не так часто. А согласитесь, и вы там были, сами об этом сказали, как было здорово, когда наши девчонки волейболистки играли в финале против бразильянок, и зал был переполнен, и было на что посмотреть. И мальчишки с поляками играли также. И мальчишки, да, было чудесно. Так что, что касается зрителей, ну, наверное, в принципе, если бы это была не Казань, а Москва, может быть, было бы чуть больше, или географический фактор нет. Я, кстати, не уверена. Я не очень уверена, потому что, во-первых, многие там дачи, еще куда-то, загород, и как-то так уже болельщики в Москве, заметьте, не заполняется уже даже и футбол, как раньше, может быть, да, и многие другие соревнования все меньше и меньше. У нас такая болельщеская культура пропадает, мы или хулиганить приходим, или только там каким-то уже финалом. То есть, конечно, там финал КХЛ, понятно, явно были трибуны заполнены там битком, да, и все там болели на том же там хоккей. А какие-то соревнования, они проходят вообще реально там с полупустыми трибунами. А возвращаясь к теме зрителей, но только теперь уже в телевизионном формате, по-моему, Виталий Мутко говорил о том, что зрительская аудитория достигла там чуть ли не 33 миллионов и там миллиарды какие-то, назывались сумасшедшие цифры, смотрелись там чуть ли не в 111 странах мира. И вот натолкнулась на опрос, который проводила РБК ТВ. 15% сказали, что их не интересуют из респондентов главные события медальный зачет, а 66% опрошенных вообще не интересовались универсиадой. Откуда взялись такие разные цифры у Минспорта и у независимого, в общем-то, телеканала? Ой, да, знаете, у нас вообще статистики, я не сильно верю, только какой-то очень такой уже, ну, наверное, другой статистике, даже, знаете, там, позанимающимся не всегда поверишь сейчас и даже в советское время сейчас, поэтому я плюс-минус, она всегда там... Ну, слишком большой разврос от миллиардов до неинтересующихся вовсе. Вот, по вашим ощущениям, много людей смотрело, непрофессиональных, невлюбленных, то есть вам по роду деятельности положено, вам это интересно, я это люблю, там, еще там ряд моих знакомых, а остальным 90% ну, неинтересно. По телевизору? Абсолютно правильно, знаете, даже больше скажу, любой чемпионат мира, я разговаривала там с ребятами НТВшниками, которые говорили о том, что вот что не делать, да, вот даже когда канал Россия была, почему он там, помните, на один период там, закрылся, как раз по той причине, что доля, ну, просмотров меньше, чем канал Культура у спорта была, я клянусь вам, да, и вот это удивительно, потому что многие, кто любители, знаете, почему произошло, потому что те, кто очень любят спорт, они купили тарелку и смотрят спорт в прямом эфире в большом количестве и в то, что они хотят. Все-таки понятно, что даже на канале Спорт Россия, да, это выборочные какие-то соревнования, все равно они не все, не в том формате, не всегда в прямом эфире, и поэтому, конечно, есть предпочтение у многих людей, ну, просто вот у любителей, они все равно купят тарелку и будут смотреть в полном вообще спектре, что им хочется, начиная от футбола и английской лиги, заканчивая там нашими какими-то соревнованиями, даже запись... Поэтому в этом отношении любители все ушли туда, а тот, кто просто иногда случайно попадает, их не так много, ну, на те соревнования, их можно также показывать и по Первому каналу, и по России, уже в режиме даже обычных трансляций, и, кстати, потому что Россия-2 не у всех ловится еще в стране, поэтому получается, что если там хочешь чемпионат мира по фигурному катанию, легкой атлетике или, например, по лыжам или там конькам, можно его, в принципе, показать, наверное, и на этих каналах найти там для этого время. Потому что, в принципе, вот как спортивный канал еще отдельно выделенный, получается, что его не наполняют тем, чем нужно, контентом тем, которым нужно. Но, с другой стороны, идут главные соревнования сейчас идет, чемпионат мира по водным видам спорта, и показывают его в большом объеме. Пожалуйста, смотри, прекрасные комментарии, чудесные результаты у нас там есть, у нас совершенно потрясающие синхронистки, и все равно рейтинг, как вы считаете, не очень высок, не говоря уж про универсиаду. Смею предположить, что да, особенно летом, потому что все-таки там тоже кто на отдыхе, кто куда-то уехал, то есть, ну, в принципе, может быть, и не очень высок. Кстати, вот знаете, вот я про плавание подумала, ведь наши ребята даже вот на универсиаде показали очень высокие результаты. Там, может быть, два момента. Или очень хорошая вода, быстрая, да, и ведь они побили результаты и пекинских, вернее, китайской универсиады. Значит, уровень-то очень хороший, а там-там олимпийские чемпионы. А посмотрим, что будет в Барселоне. 11.31 сегодня. 24 июля ровно неделя прошла после того, как завершилась универсиада в Казани. Пытаемся подвести итоги, найти какие-то моменты, которые нас порадовали, и, к сожалению, поговорить о проблемах, которые так или иначе возникали. У нас в гостях депутат Госдумы Светлана Журова. Телефон студии 6510996, код города 495. Это для тех, кто хочет поучаствовать в нашей беседе, задать вопросы или поделиться своими впечатлениями. Смотрели ли вы Олимпиаду, за кого болели, считаете ли вы? Универсиаду. Да, на универсиаду, да, считаете. Ну, уже все, уже к Олимпиаде, меньше 200 дней. Уже, да, остается последний отчет до как раз сочинских игр. У меня вопрос, знаете, какого плана? Инфраструктурного. Тот, который мы еще с вами про медаль мы поговорили, про спортсменов поговорили. Инфраструктура, которая была построена в Казани. Вот некоторые цифры, которые меня, например, удивили. Изначально, по-моему, стоимость была всех вот этих объектов около 25 миллиардов, а в итоге вышло чуть ли не 230. Вот эти деньги, они откуда взялись и куда они потом делись? Ну, во-первых, в любом случае надо смотреть там расклад, потому что ведь инфраструктура, это имеется в виду не только спортивная арена. Нет, понятно. Это и вокзалы, и аэропорты. Они построили метро, то есть вот для них это вообще аэропорт. Это то, что реально остается городу, и оно никуда не денется уже. Это развязки, это реально город. Вот я за три года увидела, как он преобразился для меня. Это была какая-то фантастическая история. То есть, конечно, честно говоря, что произошло, и вот какой он стал, облик его. Ну, это Казань до и после практически. Плюс, конечно, спортивные объекты. А объект такой, как бассейн, я была очарована, потому что понятно, что там пройдет чемпионат мира по водным видам. Но он, наверное, и строился с расчетом на то, что он потом будет. Он очень красивый, он реально, вот мы перед рекламой, уходя, говорили о том, что, видимо, очень быстрая вода, потому что уже много рекордов универсиад там было поставлено. Понятно, что до этого там тоже плавали разные спортсмены и олимпийские чемпионы, в том числе, на разных универсиадах. И мы побили здесь эти рекорды. То есть, это уже говорит о том, что вода быстрая. И вообще, конечно, он очень такой замечательный. Не знаю, мне было очень так вот приятно и по логистике, по заходам, по всему так комфортно. И на самом деле хорошие арены. Вообще хорошие арены и баскетбольная арена. Мне очень понравилось. Причем, знаете, я вот видела, что очень много людей пришло с детьми. И вот все эти потоки вот расходились. И как-то очень-очень комфортно даже с детьми было выходить, заходить. И я смотрела, что... То есть не было как на футбольных стадионах. 40 минут захочешь, заходишь, 50 минут выходишь и думаешь, в следующий раз не пойду. Нет, как-то, вы знаете, было очень как-то нормально. Да, я видела, что многие были с детками, даже с маленькими. Так меня поразило это. То есть с таким с удовольствием шли вот казанцы, может, и гости. Но, по крайней мере, это правильно. Я даже, правда, думала, что как-то детей, наверное, на такой поздний там матч вряд ли кто-то там поведет. Нет, нет, видно было, что все прям таким хорошим настроением. Вот, я, кстати, вот этот пример приводила, когда вот именно после баскетбольного матча один иностранец, знаете, прям в сердцах так, прям от души так громко кричал. Там очень много было волонтеров, все прям все четко показывали, объясняли, куда идти. И управляли этими потоками, кстати. Вот, и он прям в голос кричал, спасибо вам, волонтеры, вы лучше. По-английски, да, очень громко, прям на весь холл вот этот большой. Я думаю, прям так было приятно, на самом деле, ребятам было приятно. Ну, там всем им дай пять, значит, такой шел прям человек. В следующий раз эти дети с удовольствием придут для того, чтобы еще поздороваться с чемпионом. Ну да, но знаете, вот поэтому инфраструктура, она, конечно, осталась там. Вопрос, стало дороже или не дороже. Мне сложно анализировать, потому что нужно смотреть цифры. Есть там какие-то обоснованные вещи, возможно, какие-то необоснованные. Это будет разбираться уже там прокуратура. И все остальные, наверное, не мы в эфире, это точно. А так, в принципе, конечно, это все есть у города, и, по крайней мере, это видно. Поэтому я это увидела, эти там деньги, говорю, про что-нибудь метро, и какие-то там сумшедшие совершенно какие-то развязки и так далее. Все на благо города. У нас есть возможность поговорить с генеральным секретарем Олимпийского комитета, Маратом Мансуровичем Бариевым. Марат Мансурович, добрый день или доброе утро, не знаю, где вы сейчас находитесь. Я вас приветствую. Добрый день, я еду на молодежный форум на Селигер. А, вот оно что. То есть вы от спортивных дел перешли к общественно-политическим. Марат Мансурович, мы тут со Светланой Сергеевной Журовой разговариваем и подводим итоги универсиады, и говорим о том, что это будет хорошим примером и репетицией для Олимпийского Сочи. Как вы оцениваете, насколько сейчас то, что происходило в Казани, поможет для проведения зимних игр? Простите, что еще раз? Насколько Казань поможет в проведении Сочинской Олимпиады? Как вы считаете, вот эта репетиция состоялась? Ну, я думаю, что поможет однозначно, потому что многие специалисты Оргкомитета Сочи работали в Казани во время универсиады. С одной стороны, они смотрели организацию, и я думаю, они учтут те незачеты, которые были, чтобы их не было в Сочи, или возьмут те положительные формы работы, положительные моменты, которые в Казани были. Это первое. И второе, несомненно, они пригласят, уже пригласили кадры, отработавшие в Казани по разным направлениям, по разному функционалу, потому что люди здесь уже прошли, так скажем, в боевых условиях эту проверку, работу, и это готовые профессиональные кадры. Марат Мансович, буквально несколько слов, что вам особенно понравилось в Казани, вот чтобы вы выделили из положительных моментов, и что, к сожалению, привело вас, может быть, в расстройство или в уныние, над чем еще придется поработать? Вот просто личные впечатления. Ну, в уныние ничего не привело. Первые пару дней были определенные незачеты с билетной программой. То, что, с одной стороны, арены были полупустые, а с другой стороны, люди не могли приобрести билеты, в продаже их не было. Но потом выяснилось, что это связано с оператором, к сожалению, которым это было поручено. Это привели в порядок, и больше таких уже недоразумений не было. И вот это самый большой незачет был. А что порадовало, как раз вот эта сторона, были некоторые опасения, что, может быть, зритель не придет на трибуны, потому что это все-таки студенческие соревнования. Но вы, наверное, сами видели, что были аншлаги полные, даже на лихоатлетическом стадионе в последние дни. И люди с семьями, с детьми стояли в учреждях за билетами в кассах. Я никогда не думал, что очереди могут радовать. Вот когда я подходил к спортивным сооружениям, видел эти очереди в кассах, и люди шли на соревнования, на мероприятия, как на праздник. Это, конечно, очень радовало. И уровень организации был очень высоким. Многие сравнивали его с Олимпийскими играми в Лондоне, в Пекине, с другими мероприятиями. То есть организаторы оргкомитета, директоры универсиады и местные власти, конечно, постарались на славу и сумели создать такую и праздничную атмосферу, и все провести, подготовиться на самом высоком уровне. Очень хочется, чтобы теперь такой же положительный опыт и в плане медального зачета, и в плане инфраструктуры, и всего того, что сопровождает большие спортивные соревнования. Все было и в Сочи. Марат Мансович, спасибо вам. Я надеюсь, что в Сочи у нас все будет так же с позитивной точки зрения, с которой оценивает сейчас Казань генеральный секретарь Олимпийского комитета. Возвращаемся к разговору в студии. Кстати, про инфраструктуру интересно вспомнила, когда мы ходили по универсиадской деревне, и вот эти здания, там же часть построена была, просто очень хорошо отремонтирована, часть были новые. Мне очень поразило, что там будет одно здание, отдано под федеральный IT-колледж. То есть дети-IT-шники, которые в дальнейшем собираются свою жизнь связать с этой отраслью, со всей России самые талантливые дети, скорее всего, будут туда собираться, и как в интернате, как в школе, как в колледже там жить, учиться, и образовываться. То есть, вообще, на самом деле, интересная история. То есть, вот часть вот этих вот наследия универсиады даже вот отдано детям вот в такой форме. Не только в форме, скажем, спортивных объектов, но вот еще и даже образовательных учреждений. Бодрые татарские власти отрапортовали, что там такое количество спортивных объектов, что там спортивные школы, что там бассейны, что там легкоатлетические дорожки. И теперь туда будут ходить дети. Где взять в Казани столько детей, чтобы вот все это задействовать? Не получится ли так, что это все будет простаивать? Ну, приедут там в 2015 году водники и на чемпионат мира. Ну, когда-то там мы примем в 2018 футбольные баталии, чемпионат мира. А дальше? Востребованность в спортивных объектах сейчас везде огромная. Поэтому детей... Мы же тоже понимаем, что есть же определенная проходимость. И, конечно, невозможно преодолеть какие-то... Если там положено вот столько, то больше не примешь. Поэтому, в принципе, детские и юношеские спортивные школы нуждаются в этом, а университет не нуждается в этом. То есть если не только же детей, можно говорить, должны студентов, а потом надо говорить, а есть еще и взрослые. Поэтому, в принципе, эта инфраструктура рассчитана на все. И для оказания открываются огромные сейчас там перспективы. И для развития там серьезного массового вида спорта вне зависимости от возраста. Поэтому понятно, что-то где-то будет коммерческое, что-то где-то будет бесплатно, будут разные формы. Это несомненно. Но, вы знаете, вот я на самом деле отношусь достаточно... Так, не то что критически, но таким присутствием здравого смысла. Я вот не считаю, что у нас в каждом городе России надо обязательно вот прям завтра начать строить вот такие гиперобъекты, дворцы реально спорта. Фоки вполне подойдут. Вот, да, фоки, причем даже бывает зачастую меньше, чем по стоимости, чем, может быть, даже сейчас мы строим, можно еще дешевле это делать. Просто все равно там как-то... Я понимаю, что, да, должен быть какой-то центральный, где в любом случае ты готов принять соревнования там и международного уровня, всероссийского уровня, а все остальные, все-таки, особенно там в малых городах, конечно, не надо претендовать на какой-то там гигантизм, если у тебя, например, нет команды какой-то там высшей лиги по какому-то виду спорта. Тогда, да, наверное, там это требует. А если этого нет, то, в принципе, конечно, какое-то время вот сейчас надо стараться развивать массовый детский спорт, а для этого не обязательно как раз сумасшедшие арены там на 10 тысяч зрителей. Во-первых, это удорожает, действительно делает объект совершенно сумасшедшие. Деньги стоят, он начинает... Так его еще и содержание во сколько обходится. Да, его содержание, а потом на эти деньги ты мог постоять огромное количество тех же плоскостных сооружений, которых не хватает у нас в стране, и там в каждый двор, да, например, или в каждую школу. Поэтому вот в этом отношении я всегда, ну, там, призываю даже коллег, не надо вот гнаться за вот этим вот огромными дворцами, вот когда-нибудь нам приедет там какое-то соревнование. Ну, блин, что оно, извиняюсь, приедет раз в 10, а то и в 20 лет, это еще не факт, да, а ты потратишь огромные деньги на него, и за это время там тебя, твое население этого города никогда там не поддержит. Лучше, если ты на эти деньги построишь 3-4 каких-то, может быть, более простых... 25-метровых бассейнов вполне достаточно, да. А вот Казань как город, где могла бы, например, тренироваться сборная в преддверии какого-то старта, она рассматривается, вот про Кисловодск я знаю, там условия Среднегорья, там воздух, там разряженная атмосфера, все понятно. А Казань может себе такое позволить? Мне кажется, климатически не очень она подходит для таких... Тут не вопрос климатически, это то же самое, знаете, когда там претензию предъявляют, почему наши лыжники или там наши лихоатлеты или еще кто-то не готовятся там в России в большую часть своего времени. Ну, во-первых, мы не живем больше в Советском Союзе, и мы теперь выступаем на всех соревнованиях, которые в мире есть, имеется в виду, например, там Кубки Мира. Вот даже конкобежцы первый раз полноценный Кубок Мира, когда от начала до конца провели, это был, я сейчас скажу, это был 93-й год. Представляете, первый раз, когда сборная там Советского Союза России, то есть до этого... Мы только какие-то Кубки Мира приезжали, но в целом мы не участвовали. Первый раз в 93-м году мы от начала до конца поучаствовали. Поэтому мы не выезжали. И раз мы не выезжали, мы спокойно могли готовиться в России, так же, как и лыжники и все остальные. Теперь, во-первых, у нас, кроме того же Кисловодска, по большому счету, и там вот сейчас в Сочи нету Среднегория, нету вот такого там полторы тысячи метров баз. И, конечно, мы едем за границу. Ну, невозможно спортсмену без этой этапа подготовки чего-то добиться. То есть, ну, невозможно. Наши соперники имеют, а мы нет, ну, нельзя так. Поэтому, конечно, в этом отношении надо говорить, что будут ездить и за границу, и искать вот эти возможности внутри страны. Нам нужна точно, я, например, считаю, высокогорная база. Это, то есть, выше тысяча восемьсот метров, где-то тысяча восемьсот две тысячи. Вот это реальная необходимость, которая нужна внутри стран. Ну, мы раньше ездили в Грузию, мы ездили там в Францию, да, единственная, кстати, база в Европе тоже такого уровня, но точно не в Россию. Вернемся через пару минут. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Сегодня говорим об универсиаде в Казани и пытаемся подвести ее итоги. Поговорили и про медальный зачет, про сумасшедшее количество золота, 155 против 26. Это, возвращаясь к нашему разговору о том, что в три раза, Светлана, мы перекрываем награды. Ну, вот в пять получилось. У нас сегодня в гостях депутат Госдумы Светлана Журова. Вот я спросила у нашего гостя, к сожалению, по телефону о том, какие у него впечатления были и положительные, и, к сожалению, отрицательные. Для вас какие запомнились самые яркие моменты в Казани? Тоже и со знаком плюс, и со знаком минус, конечно. Ну, во-первых, конечно, я бы правда сказала, что у меня запомнились волонтеры. Эта эмоция иностранцев, она у меня также была и волонтеров, потому что я правда много видела Олимпиад, и разных волонтеров, особенно в Пекине. То есть это как вообще, это отдельная тема, да. Очень много, очень доброжелательные, но ничего непонятно, и чего надо делать, и куда надо бежать вообще. То есть такая веселая была совершенно история. Наши знали хотя бы три слова на английском? Наши знали на английском, наши знали. Ребята, правда, были очень профессиональные, и, честно говоря, волонтеры. Это было то, что меня реально очаровало, просто я была в восторге от ребят, и огромное им спасибо, просто они молодцы, большие молодцы. Даже то, что где-то кто-то что-то написал, ну, бог с ним, да пусть оно будет. Но оно всегда так нельзя все время. Да, это, конечно, в позитиве было абсолютно точно. Но это большая часть, которая потом переедет в Сочи, или это люди, которые... Какие-то ребята, да, потому что я думаю, что их обязательно каким-то образом будут приглашать. Приглашать, да. Приглашать, да. Вы знаете, кстати, волонтерская история, это очень интересная вещь, потому что я знаю даже вот те сочинские волонтеры, которые сейчас вот в этом периоде, ну, просто только тренировались, проходили тренинги, они уже многие пошли там по карьерному росту. То есть вот их выбирают, хороших ребят, и вот у волонтерского движения есть одна особенность вот такого спортивного. Те ребята, которые реально в этом видят, ну, какую-то вот свою реализацию, они очень серьезно включаются в работу, это видят люди, которые в руководстве, и обычно их выдергивают, выдергивают и повышают, их куда-то приглашают, они же видят энтузиазм, и не то, то есть это добровольчество, вот это волонтерство, бесплатная вроде как работа, превращается потом в хороший карьерный рост. Я таких ребят много видела и в Оргкомитете, и в Сочинском, и вот в Универсиаде, и даже в заявочном нашем комитете, когда какие-то волонтеры были, многие из них потом получили хорошие должности уже в Оргкомитете Сочи. Поэтому на самом деле это есть такой нюанс, если ты реально вот болеешь душой, ты искренне отдаешься этому делу, то вот так, спортивному волонтерству, то у тебя есть серьезные перспективы на будущее. А это всегда, знаете, там Оргкомитет, это практически 8 лет твоей жизни, это большой период, и хорошее резюме после. Отлично, да, стартовая площадка. Ну вообще даже, знаете, я думаю, что если человек придет и скажет, что он был волонтером и работал, у него хорошие есть рекомендации, даже при приеме на работе, мне кажется, что это может быть определенным плюсом в твоем резюме. Может работать хорошо и бесплатно. Ну, наверное, работодатель, наверное, к этому так может отнестись. А если говорить про минусы, вы знаете, ну, во-первых, конечно, не буду лукавить, наверное, человек, который ходит с ВИП-аккредитацией, что я, кстати, не делаю на Олимпиадах, никогда, я никогда не беру. А потому что я считаю, что на Олимпиадах аккредитация, это не так, как на Универсиаде. На Универсиаде их раздавали всем, пожалуйста, всем ВИПам, там, без проблем. На Олимпиаде, если ВИП получает аккредитацию, скорее всего, ее отбирают у спортсмена или у тренера. Поэтому я, когда, будучи болельщиком уже на трех Олимпиадах, ни разу не брала аккредитацию, потому что знаю, как это происходит и как это бесит, грубо говоря, спортсменов, которые участвуют на Олимпиаде, когда видят какого-то пассажира непонятного, ходящего с аккредитацией, да. Я понимаю, когда там ВИПы, ну, которые должны быть с аккредитацией, министр спорта, ряд там людей, но когда это непонятный человек ходит с аккредитацией, мне реально это непонятно. Поэтому я всегда, даже когда у меня была возможность получить, я от нее отказывала, зная, что, значит, какой-то тренер не поехал. А на Олимпиаде это другая история, там это вот, пожалуйста. Поэтому понятно, что какие-то вещи у меня, может быть, я не видела так, как, может быть, видели какие-то болельщики, потому что было там более такой, да, обладатель крутой аккредитации. Но при этом видела, что, так вот, говорю, мне показалось, плюсов все-таки больше, чем минусов. Может быть, говорю, вначале вот эти нюансы там с более, там, какими-то пустыми трибунами на каких-то соревнованиях, еще что-то. Но это в целом вот там те же синхронные плавания или еще что-то, гимнастика тоже, она была битком забита. И думаю, что действительно стояли эти очереди где-то на какие-то соревнования. Это нормально, даже, кстати, на Олимпиадах. Ведь на Олимпиадах тоже не все всегда полные трибуны на каких-то соревнованиях. Ну, это понятно, конечно, тем более, если речь идет о предварительных, если речь идет про билеты на соревнования, которые, ну, не очень популярны, да, согласитесь, одно дело прийти на турнир по легкой атлетике, ну, грубо говоря, или там на футбол, или на рэгби. Тем более еще стадион легкой атлетики там на порядок больше, чем какой-то там другой стадион, например, там тот же теннис, да, или еще какой-то стадион, то есть он просто по объему, скажем, меньше, поэтому на него заполняемость, понятно, будет по сравнению там с легкой атлетикой. А на борьбе на поясах, вот национальный вид, на котором мы все медали собрали, и который, в общем, для Казани родной, роднее, чем для нас всех самбо-дзюдо, там было много болельщиков? Я не была как раз тогда еще на универсиаде, я приехала уже ближе к концу, на последние там три дня, вот, но, насколько я знаю, что это вызвало там тоже интерес, тем более, понятно, даже самбо, оно все претендует и плавно пытается как-то продвинуться в олимпийскую программу, и я считаю, что они достойны того, чтобы, кстати, честно, говоря, быть в олимпийской программе, чем, например, какой-нибудь тэквондо, там отличается ли там каратэ, которая пытается прорваться давно уже, ну, там, от нашего самбо тоже очень даже мы можем там быть, и оно, кстати, зрелищнее. Не могу не согласиться. У нас есть телефонный звонок, Владимир у нас на линии, слушатель, доброе утро, день, не знаю, что у вас там, откуда звоните? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Москва, Москва, в городе Москве, значит, я отношусь к поколению людей, которым есть с чем сравнивать, я очень хорошо знаю советский спорт, и так как Россия является преемником Советского Союза, то, чем занимался Советский Союз, то есть показухой, тем же самым сейчас занимается и Россия, и вот то, что госпожа Журова, значит, я прослушал ее очень внимательно, она, конечно, все говорит правильно, она отрабатывает свой хлеб, но на самом деле она работает во вред российского спорта. Так, а что нужно делать не во вред? Что нужно сделать для того, чтобы не было непоказухой? А не во вред, а я вам подскажу, я вам подскажу, не нужно заниматься вот этой показухой, потому что в советское время, вы сами знаете, я вам пример приведу, вот футбол, мы становились и олимпийскими чемпионами, правильно, и занимали вторые места, и третьи, и ни разу не были, не входили на чемпионатах мира, даже в тройку. А все происходило почему? Потому что мы, по видам любителей, выпускали настоящих профессионалов, понимаете, и Советская, не только Советский Союз, это весь социалистический лагерь занимался этим, и вот если вы обратите внимание, все были социалистические страны чемпионами, и Чехии, и Венгры, и поляки, а нормальные страны, капиталистические, они участвовали действительно молодежке, и то же самое, вот сейчас вот у нас произошло на Уферсляде, вы гробите российский спорт, гробите, и скоро у нас вообще молодежи не будет. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир. Ну, интересно, что показуха этой медали, но, вы знаете, я всегда говорю так, что я не отрабатываю никакой там свой хлеб, да, потому что, ну, это достаточно странно звучит, и не занимаюсь там популизмом, дело в том, что вы же должны понимать, что я еще и спортсменка. Да, от этого никуда не уйдешь. Да, и тут есть очень такой важный момент, что, вы знаете, мы всегда относимся как, вот, знаете, мне тоже очень всегда было неприятно, когда проходит какой-нибудь чемпионат мира, например, ведущий спортсмен, там, реально лидер мировой, вдруг не приехал, у него травма или еще что-то, и человек выиграл, другой, да, который там вроде как не является, может быть, лидером, и все начинают ему говорить там, да, конечно, ну тоже не приехал, вот, а если бы он приехал, подождите секунду, но в этот момент, в эту секунду, именно на этих соревнованиях этот человек лучший в мире. Больше не обсуждаем. На следующих, возможно, он не будет лучшим, этим спорта интересен. Поэтому на универсиаде в этот момент наши спортсмены лучше. И самое интересное, умоляю просто нас всех, никакой корреляции с развитием спорта здесь вообще не делать. Просто призываю. Это никакая там не показуха, это просто вот так сложилось в данной ситуации, вот так сложилось. И говорить, что у нас все прекрасно с университетским спортом, потому что мы выигрываем каждый раз в универсиаду, это тоже неправильно. А то, что выставляют любители или профессионалов, сейчас в спорте нету больше любителей. Практически нигде в мире, то есть нет любителей. А то, что не приехали американцы, они никогда не приезжали особо на универсиады, потому что у них государство в принципе не финансирует, я так понимаю, я не знаю, я просто догадываюсь, вывоз спортсменов на эти соревнования. Это финансируют отдельные вузы. Если вузы находят средства, они привозят команду на универсиаду. Если вузы не находят средства, государство им, видимо, не помогает. В отличие, может быть, от Китая, Кореи, Японии, которые всегда участвуют во всех универсиадах, всегда занимают плюс-минус, меняясь местами, потому что государство это мероприятие оплачивает привоз этих спортсменов. Поэтому сюда приезжают только те страны, по большому счету, которых государство оплачивает их приезд. Если в России мы с Советского Союза это делали, мы и делаем это. Видя свои какие-то планы на это, не имея в виду, что какая-то показуха или еще что-то. С Америкой вообще сложно. Они чемпионат мира и Олимпиаду пропускают ради, например, турнира НХЛ. Еще у нас есть телефонный звонок от Виктора. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Послушал предыдущего слушателя свое мнение. Если уж красивая женщина и депутат говорит на таком прекрасном сленге, она все-таки остается спортсменом. Это мое мнение. Вопрос есть, Виктор, или вопрос-то восхищения? Нет, нет, нет. Вот такой вопрос. Надо ли столько времени обращать на универсиады и прочие показатели на золото, кажется, на мировом уровне, то подбаду. Может быть, все-таки больше внимания обратить на землю? Я здесь согласна, что мы не должны прикрываться Олимпиадами, успехами на универсиадах, или это будет там Олимпиада, какая бы она ни была. Мы должны понимать и опускаться реально на землю и смотреть, что у нас с детьми, доступом к спорту у детей, потому что это намного важнее. Но без, конечно, героев, без примеров и дети не пойдут. Вот вы заметите, знаете, я тут очень интересный справочник выпустила в Министерство спорта, статистики количества занимающихся в разных видах спорта. Вы знаете, в разы выросла, просто в разы выросла там художественная гимнастика, фигурное катание по сравнению с Советским Союзом. Понятные виды спорта, которых не было, там каратэ, там и так далее. То есть там просто огромная гигантская разница между как было и сейчас. И, например, коньки. Феноменальный минус. Легкая атлетика там, да, плюс-минус только, видимо, на любителях, которые бегают трусцой в парке, их тоже сосчитали, и поэтому как бы там что-то как-то еще держится. Ряд видов спорта, которые в Советском Союзе давали количество медалей, там даже те же лыжи, их стало меньше. Но зато те виды, которые вот такие интересные, экстремальные, развлекательные, они, конечно, по сравнению с Советским Союзом выросли. То есть перетекание такое произошло. Поэтому вот как к этому относиться? Это же тоже интересные процессы, которые надо анализировать. И мы же не можем всех сейчас отравнять и сказать, так, всем строим рядом, быстро идти на лыжи. Ну так тоже не бывает. А плюс, вспомните, еще все шоу, которые так или иначе все равно поспособствовали тем же конькам, я имею в виду фигурному катанию. Поэтому тут вопросов нет. Но я очень надеюсь, что у нас все-таки будет больше позитивный и опыт, и позитивное восприятие универсиады, чем тот негатив, который так иначе бывает. Вы знаете, вот спортивные объекты, главное, чтобы хозяевами там стали дети. Вот это важно. Вот это важно. Спасибо. Депутат Госдумы Светлана Журова у нас в гостях и менее 200 дней до Олимпиады. Будем ждать сочинских игр. Спасибо. И по-прежнему болеем за наших.